Устроиться. А подожди, Миша. Ну давайте сейчас поговорим товарищу, пока разберется технически. Миша, вы тебя не видят! Миша, выходи! Миша, выходи! Не бояюсь ли вы попасть под негативное влияние Мефистофеля во время работы над фаустой? Дело в том, что я где-то лет, наверное, 20, а то и 30 назад увидел себя в зеркале и подумал, что это я. Но это было под нехорошими вещами, поэтому я сразу понял, что меня так просто не возьмет. Но вот этот вот персонаж Мефистофель, на самом деле он не страшный, страшны мы. Потому что мы видоизменяемся, мы очень аморфны, а Мефистофель четкий. Четкого врага можно всегда легко взять четко. А вот аморфный враг, это самое худшее, что может быть. Его все время нужно вылавливать, ловить, а где он здесь нам что-то там подложит, какую-то штуку. Поэтому Мефистофель не страшен. Еще раз повторюсь, страшны вы. Мы имеете в виду, что люди. Ну, во-первых, здесь есть такая, вот здесь, в некоторых ранних рассказах о Фаусте, за свои грехи попадает в ад. Геттошу заканчивает историю о том, что Фаусте получает прощение в основе этого рая. Как вы считаете, в какой из этих мест должен попасть Фауст? Ну, дело в том, что вообще-то там с Гетто вообще история забавная. Дело в том, что у него же ведь женский образ, он во всех его вещах стоит как образ спасения. И он нашел здесь человекообразующее понимание. Не просто, знаете, ад и рай, о которых мы не понимаем. Он говорит о том, что женщина спасет мир. В том числе и бедного Фауста спасет женщину. Это в конце и происходит. А куда мы попадем в рай или ад, ни Гетто не знает, ни я, ни вы. Поэтому это все-таки, опять же, вещи очень странные. Но то, что женщина спасет мир, это точно. Вот на этом Гетто вот настаивал и мне сказал, чтобы я вот тоже на этом настоял. Я пытаюсь. Зачем крепить царь звери золотые зубы? Ну, это, знаете, это такая история, что бы такое придумать. Дело в том, что мы это делали практически на коленке. Что бы такое сделать? О, белая пианино, о, змею притащили. Слава Богу, не поймали в Питере, а притащили. И золотые зубы тоже. О, давайте такое, что бы это прикол на самом деле. Стоящиеся на коленке, они должны с каким-то приколом быть. Типа, что, о, прикольно. Вроде люди собрались, скинулись для какой-то вещи. Но на самом деле это просто прикол. Ничего такого. Да я даже специально из меня трансирован. Еще готов, да? А, в 12 жестовых струн, сори, естик. Есть ли в вашем творчестве песни, которой вы абсолютно довольны, а? Теха, давай, любовь! Вы понимаете, сегодня я доволен, а завтра я уже ее не очень люблю. Есть такая штука, потому что творческий человек, вот, я скажу, вот, сейчас Серега уже закончит, и дальше помчимся до конца. Вы знаете, вот, для того, чтобы спастись в этом безумном-безумном-безумном мире, не знаю, создайте, либо увидите, попробуйте увидеть свою путеводную звезду, и чтобы она у вас все время была на шаг у вас впереди. Не знаю, и вот, идите к ней, занимайтесь своим конкретным делом, для чего вы созданы. Может быть, это поможет уйти от этого безумия, потому что другого варианта нету. И здесь такая же история. В каждом творческом человеке живет вот эта вот звезда, которая все время идет. И все, что он сделал вчера, это уже неинтересно, он даже не очень обращает время. Спасибо.